Друзья, всем привет! Отправил своих девчонок в зоопарк в Московске и остался со своим зоопарком наедине. Сегодня тема роликов какая? Ни для кого не секрет, что броллер это не только вкусное, ценное мясо, но это еще и машина по производству не менее ценного удобрения, то бишь помета. Итак, сегодня мы посмотрим, сколько 88 броллеров производят этого самого помета за сутки. Почему 88? Я, значит, показывал в ролике про то, сколько мы забиваем в месяц партию, вот это она как раз, которая 6 июля была пересажена из брудера вот в ту клетку, вы помните, наверное. Вот из этих 102 штук на данный момент у нас осталось 91 штука. Три из них отсажены, видео показывала Елена, на Карпаччо в игол к уровне сушкам. Она там не совсем была проинформирована. В этот раз я отсадил на Карпаччо особей, которые были с проблемами по ногам. То есть там разъехавшиеся ноги, там они вывернутые суставы и так далее. Вот эти три штуки, они живо-здоровы, но сидят напольно в клетке в выгуле для несушек. Такой метод, в принципе, действенен и где-то процентов 60 восстанавливаются. Ну, там, встают на ноги, начинают ходить, набирать вес. Но если серьезная проблема, то, наверное, проще и лучше сразу птицу убрать. У меня там одна есть, просто некогда. Но суть не в том. В общем, сейчас здесь 88 штук. Но вам, наверное, интересно, почему их 88 осталось от 102. Поэтому я вкратце скажу. Значит, 91. Тех мы тоже считаем, они живо-здоровы. Хоть и с дефектами по ногам, но не важно, значит. Получается, у нас падеж составил за время пребывания в клетке, им сегодня 47 дней, я не сказал, 47 дней им сегодня. С 50 мы начинаем эту партию забивать. Поэтому она у нас сейчас что-то на зерна смеси сидит уже. Значит, отошло 11 штук. Из этих, в эти 11 входят 2-3 особи, я вот точно не помню, которых я убрал сам. Они были слабые, не набирали. Их, в общем, скажем так, неплохо относились, их собратья. Я их убрал. В эти же 11 входят 4 особи, которые погибли от водянки. Мы всех птиц, павших, вскрываем. Мы об этом много раз говорили. Но этих 4-х можно было даже не вскрывать. Там, в принципе, все признаки были налицо. Это синие кожные покровы, под крылом и брюшные, надутый живот. Ну, в общем, все как положено. И остальные я их помечаю в табличке, вот экселевской, в компьютере, как СВС. Это синдром внезапной смерти. То есть, это особи, которые при вскрытии, причина мне не ясна осталась, почему они погибли. У них нет ни водянки, ни даже элементарно, у них нет водянки сердца. Все органы нормальные, здоровые. Птица развивалась нормально, но она погибла. И вот я их помечаю как СВС, синдром внезапной смерти. Вот, в принципе, кроме этих, всех остальных, которые у вас отойдут, их уже видно с момента пересадки из брудера, вот в клетку. И прихожу, опять-таки, к мнению, что, наверное, нет смысла их держать. Надо их просто-напросто убирать. Они не растут. У них явные какие-то проблемы. Ну, видимо, на генетическом уровне как-то так. Ладно, суть не в том. Значит, мы посмотрим сегодня, сколько 88 штук произвели уже помета за сутки. Ну, чуть больше суток, получается, сейчас у нас 10 часов, да, 6 августа. А убирался я вчера 8. Ну, сутки и 2 часа, как бы. Ну, не принципиально, да. Скажу сразу, что количество помета зависит, как я обратил внимание, и его консистенция, даже запах зависит от корма, которым вы кормите. Вот эту партию вы по ролику, вот, о котором я уже сказал, вы знаете, что я кормил хорошим для мясных пород кур. Содержание протеина там 16,01. Вот. И я вам скажу, у меня было такое ощущение, что корм просто вот через сетку и на поддон. Ну, то есть, очень много помета было. Последнюю неделю у меня этот корм закончился. Я нашел маккорм ПК-6, красные мешки, да, ПК-6,2. В нем содержание протеина 17,61. И помета, мне вот так кажется, это мое субъективное мнение, что меньше стало. Сейчас они у нас кушают зерносмесь. По количеству помета я скажу, что отзывная-отзывная смесь больше, ближе, наверное, к ПК-6 маркорму в красных мешках, чем к хорошему в коричневом. Так, мы посмотрим. ПК-6 маркорму в красных мешках. 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 ПК-6 маркорма в красных мешках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо вентиль чуть подкрутить... Видимо, чуть-чуть разбрызгивают они с паёк... Так, ну что... Давайте взвесим... Вы скажете... Александр, да вы маньяк... Я вам скажу, еще какой... И пойду за весами... Так, положим газетку... Обнулим... Так, все по нулям... Я не знаю, как показать... У меня тут телефон на резинке висит на штативе... Так, вот по нулям... Так, давайте взвешиваем... Давайте... Большое... Висит у нас до 30 килограмм... Но здесь меньше, я думаю... Не, здесь больше... 31 килограмм... 415 грамм... Показывает... Странно, весы-то до скольки у нас... Вроде до 30 должны работать... Так... Вот... 31 килограмм... 415 грамм... Сейчас давайте второе... Корыто... Опа... Так, вот второе поставил... 14 150... Так, ну чего... Короче говоря... Получается... 45 килограмм... Ценного удобрения... Для кого-то может быть... Или просто помета... Мы имеем за сутки... С 88... Броллеров... Так... Но на самом деле... Это еще не все... Саша еще... У молодняка в брудере чистит... Вот здесь вот... Здесь сейчас... У нас... 84 цыпленка... Мы отдали по максимуму... В этот раз... Цыплят продали... Всем желающим... Чтобы... Как бы... Уже конец сезона... У нас на следующий... Заход... Явно останется больше... И чтобы не было проблем со сбытом... Мы... Эту партию... Распродали по максимуму... Короче... Там 84 цыпленка... Там на данный момент сидит... И сейчас мы еще посмотрим... Сколько мы отсюда соберем... А мне интересно... Все-таки... Весы-то... Насколько я купил... Насколько мне помнится... Они были до... 30 килограмм... До 32 килограмм... А... Ну вот... 32 килограмма... Максимальный вес... А у нас получается... 31 с половиной... Почти... Так что все правильно... Показывают... Телефон... 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 Продолжение следует... Так, ну вот, мы почистили брудеры. Давайте посмотрим, насколько подяжелел наш тазик. А, пардон, сейчас загрузится. 25 килограмм 640 грамм. Так, вот 25 килограмм 640 грамм. То есть, вот такой, почти полный таз. И вот такой я выношу каждые сутки. Вот такой необычный ролик на, скажем так, нестандартную тему я снял. Надеюсь, что это кому-то было полезно. Чтобы вы понимали, какое количество помета вам придется утилизировать от своей птицы. Ну, конкретно от бродера. Так как бродер это птица, производящая гораздо больше помета, чем любая другая курица. Завтра будет светло на улице. Я и тазыр вынесу. И заодно покажу вам кучу, которую распроизвели нам всего лишь две партии бродеров. Там предыдущая, где было 107 штук. И еще не до конца, но вот эта вот, на 47-й день, да? Где у нас содержится, вот здесь конкретно, 88 штук. Посмотрите на тот объем удобрения, которого они произвели. Всего лишь два раза по 50-60 дней. Так, ну давайте увезем это богатство на место хранения. Значит, вот так я это делаю в тележке, ну, в тачке садовой. Ставлю эту бадью и поехали, как говорится. Так, ну извиняюсь за подробности, но вот птицеводам будет интересно. Вот вы видите, да, здесь вкрапление в помете кукурузы дробленой, пшеницы. Пшеница в меньшей степени больше кукурузы. То есть зерносмесь не усваивается птицей, так как это делает комбикорм. Отсюда и не такой по эффективности рост на зерносмесях, как от комбикорма. Ну и опять-таки все ферменты, вот эти вот добавки, которые улучшают пищеварение, и усвояем военность корма. Так, ну ладно, отступил опять. Поехали. Одной рукой попробую тачку везти. Сейчас я вам покажу, куда мы это все отвозим. Нас приветствуют индюки. Так, вот такой вот путь мы проделываем по нашему участку до задней калитки. Открываем калитку. Так, и вот у нас здесь полигон по утилизации пометы. Так, ну вот мы приехали к нашей кучке. Я здесь вот откинул сено, чтобы вы понимали, что это не сток никакой, а это реально помет. Сверху просто я убирал в мешки сены, которые сушили мы из тога. Вот, смотрите. Не знаю, видно на этом. Ну вот это помет. Все. То есть, сеном я вот проложил тонким слоем. Здесь вот потолще получился. Ну вот. Вот вы видите, да? Видно, что вот эта вся куча, вот эта вся куча, это куча удобрения. От двух партий бройлеров, которых мы держали 50-60 дней. Кучка была гораздо компактнее выше, да? Но дожди размывают, и помет этот растекается он по сторонам, как бы получается. Так что вот такой объем удобрения ценнейшего мы имеем от двух партий бройлеров. Имейте в виду, сколько помета вам нужно будет утилизировать. Все на этом. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, кому понравилось. Дизлайки, кому не понравилось. Жмите в колокольчик. Всего хорошего.